Место, где мы с вами разговариваем, конечно, особое, но в то же время это тяжелая страшная мысль, с которой надо сжиться. Еще совершенно обычное для своего времени место. Таких мест в России много. Бывают эпохи, когда самоистребление становится для Родины обыденностью. Интересное, кстати, слово самоистребление. Проще всего увидеть разрыв по линии государства-человек. Так, вот государство, обуреваемое какими-то высокими идеями, которые кажутся более важными, более нужными, более значимыми, чем обыкновенная мелкая человеческая жизнь, отнимает у человека жизнь. Это правда, и в наших разговорах эта тема все время возникает. Но ведь это не вся правда. Не будем забывать, что государство – это просто люди. Люди, которые отдают приказы, которые выполняют приказы. Тех несчастных, которых казнили здесь, убило ведь ни молнии с неба, ни стихии какая-нибудь. Нет. Самые обыкновенные работники НКВД в не особенно высоких чинах. Ставили на край рва, стреляли в затылок из револьвера. Можно вернуться к плитам, на которых имена погибших, а не вон там. Можно увидеть, что иногда у этих людей было очень много работы, были тяжелые дни. А иногда были почти выходные, когда убивать приходилось пару человек. Счастливый день. Пишут, в тяжелые дни, когда работы было очень много, им выдавали по ведру водки и по ведру одеколона. Водка, потому что даже этим крепким парням для такой нужной работы, для такой тяжелой работы нужен был допинг. А одеколон, потому что в какой-то момент смесь запаха пороха и крови становилась невыносимой. К концу рабочего дня их отсюда увозили на автобусах, и они были в усмерть пьяны. Самые обыкновенные люди в самом обыкновенном для своего времени месте. Сколько таких мест? Достаточно много таких мест. У многих на слуху, короче, как карельское урочище Сандармух, куда привозили убивать заключенных из Соловков. Мы с вами вспоминали в самом первом разговоре великую рублевскую троицу и графа Алсуфьева, который руководил ее реставрацией, которого здесь убили, который в этой земле лежит у нас под ногами. А в Сандармухе убили другого великого русского реставратора, Александра Анисьмова, который до того спас очень много разных древних памятников. У Сандармуха своя судьба, это место хорошо изучено. Там, кстати, работал историк Юрий Дмитриев, который теперь сидит в тюрьме. Там поклонные кресты, там прикрепленные к деревьям фотографии погибших. Там же теперь старатели из российского военно-исторического общества, которыми руководит доктор непонятных наук Владимир Мединский. Старатели стараются, буквально роют землю, стараются доказать, что людей в Сандармухе куда больше убили финские фашисты, чем НКВДшники. Такая простая идея сделать преступления государства менее заметными, задвинуть на второй план, забыть или почти забыть. Бывают, знаете, такие ситуации, когда почти даже хуже, чем совсем. Но там место борьбы, энтузиасты следят за крестами и новые фотографии вешают на деревьях. А когда портреты погибших, это же просто заламинированные на принтере напечатанные портреты, так сказать, изнашиваются. А есть, например, в Томске такая горка, Каштаг. Тюркское слово «зимнее стойбище». Там действительно, по археологическим данным, люди селились издавна. Есть версия, что в XVIII веке она называлась «шведская горка», потому что там хоронили пленных шведов, которых Петр сослал в Сибирь в ходе Северной войны, подальше от Европы. Про это историки спорят. Может, их там, может, не там хоронили. Может, шведская горка была где-то еще. Но вот что достоверно известно, что в советские годы именно там закапывали и до Сталина, и при Сталине казненных в ходе репрессий. Неизвестно, правда, сколько их точно, но счет, видимо, на десятки тысяч. И среди этих тысяч свои знаменитости. Там, например, зарыли Николая Клюева, очень необычного русского поэта, одного из героев Серебряного века. Клюев крестьянскую эстетику, старообрядческую образность пытался совместить, скажем так, с нетрадиционными эротическими отсылками. И все это нравилось нервной и сдерганной истеричной столичной публике. Впрочем, он и правда хороший поэт. Потом пытался встроиться в революцию, писал, например, такие стихи. Есть в Ленине кержинский дух, игуменский окрик в декретах, как будто истоки разрух он ищет в поморских ответах. Поясню. Поморские ответы – это очень важное для старообрядцев всех толков полемическое сочинение, которое в знаменитой Выговской пустыне сочинили еще в начале XVIII века, чтобы доказать, что в споре сторонников старой веры с новой правы как раз сторонники старой. В общем, Клюев не встроился в революцию, а еще увидел, как убивают его крестьянскую Россию. И писал уже совсем другие стихи. Поэма «Погорельщина», «Цикл разруха». Ну, чтобы вы понимали. То беломорский смерть канал, его Акимушка копал, светлуги правда, тетка Фекла. Великороссия промокла под красным ливнем до костей, и слезы скрыла от людей, от глаз чужих в чужие топи. Редкий случай. Его покарали не за шпионаж в пользу Боливии, а за то, что он действительно делал. В составлении распространения контрреволюционных литературных произведений. Немолодого больного человека сослали в Томск, где он замерзал и буквально был на грани голодной смерти. Гуманные чекисты не дали, конечно, ему умереть с голоду. Летом 1937 года его арестовали. Все уже вернулось к сталинской норме. Теперь его обвиняли в участии в некой выдуманной кадетско-монархической организации. Клюев вины не признал, отказался оговорить кого-либо из знакомых, и осенью его расстреляли. Там же, в расстрельных рвах холма Каштаг, великий русский философ Густав Шпет. До расстрела, кстати, он перевел гегелевскую фенологию духа. Это очень хороший перевод, и его даже издавали в СССР, но издавали, естественно, уже после реабилитации философа в конце 50-х годов. У семьи были официальные документы о том, что он умер от воспаления легких, про Кази, они узнали только в 90-м году. Здесь, на Бутовском полигоне, мемориал. В Томске только поклонный крест среди жилых микрорайонов. Там стоят дома, там живут десятки тысяч людей. Каштаг застроили в 70-е и 80-е годы прошлого века. Дома буквально стоят на костях. Ну и не сносить же дома. Конечно, не надо сносить. Тут главное помнить. Дело ведь не в гранитных плитах с именами. В Томске есть музей. Следственная тюрьма НКВД. Кстати, это первый музей сталинских репрессий, который был создан в Советском Союзе еще в 89-м году. Там помнят про Каштаг, там работают историки, там ищут места захоронений, восстанавливают имена казненных. Прямо вот сейчас, кстати, там проходит выставка, посвященная каштагским казням. И если вы вдруг окажетесь в Томске, конечно, надо ее посетить. Главное помнить. В том числе еще и потому, что государство это не какая-то загадочная махина, не потусторонняя сила. Самые обыкновенные люди, такие же, как мы. И когда мы говорим о держимое сверхидеи, государство уничтожало обыкновенных людей, обязательно надо помнить. Это люди. Часто поименно известные, тоже самые обыкновенные люди уничтожали других обыкновенных людей. Вспомним то, что выше сказано про Сандармох. Люди, которые сегодня думают, что они и есть государство, что у них монополий на сверхважные идеи, очень некомфортно себя чувствуют рядом с местами памяти. Хитрости какие-то придумывают, передергивают по-шулерски, чтобы память забрать или подменить. Понятно, откуда такие порывы, но тем важнее мешать им играть в их игру. Память за это не то, чтобы универсальный оберег, который может защитить от повторения таких вот историй. Но без памяти нашей они точно повторятся.